Вечному призвано служить еще одно императорское общество. Палестинское православное. Императорское православное палестинское общество создано указом императора Александра III в 1882 году. Основные цели общества. Поддержание духовных связей России со Святой Землей. Сохранение культурного и исторического наследия. Развитие дружественных связей России со странами и народами Ближнего Востока. Гуманитарные просветительские миссии в Ближневосточном регионе. Содействие православному паломничеству. Поддержание православия. Нашему обществу повезло больше, чем всем другим. По одной простой причине, что оно было всегда. Как 134 года назад. Единственное, в 1917 году после октябрьских событий было убрано название православное и императорское. Оно стало палестинским. И проблемами изучения Палестины, Святой Земли, правда, в рамках Академии наук оно занималось. Только спустя 110 лет со дня основания общества 22 мая 1992 года, историческое имя императорского православного палестинского общества было восстановлено. Возрождена была и традиция русского паломничества. Кто мог ездить в качестве паломников в Святую Землю? Конечно, никто и не мог. Поэтому первые паломничества и начинаются только с 90-х годов. Потому что в 90-м году еще даже не были восстановлены дипломатические отношения, но уже дипгруппа в Тель-Авиве была создана, и первые поездки стали возможны. Николай Лесовой – российский историк церкви, писатель. Более 40 лет он изучает историю и настоящие русской Палестины, но до сих пор помнит свои впечатления от первого визита на Святую Землю. Ощущение редкости, вообще редкости ситуации и духовного счастья, духовного удовлетворения, безусловно, было. Потому что когда мы в 1974 году начинали, я и мое поколение начинали работу в палестинском обществе, мы никто и не надеялись, что мы когда-нибудь сможем поехать в самую Палестину, в сам Иерусалим, по святым местам и так далее. Ну, мы старались, мы доработали, но тем не менее, мы даже мечтать об этом не могли. Родители Николая Лесового воевали в Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Отец был полковником Красной Армии, мама – военным переводчиком, оба члена Коммунистической партии. Парадоксально, но при этом именно в семье Николай получил религиозное воспитание. У нас в доме всегда висели иконы и всегда были святые книги. У бабушки возле ее постели, на тумбочке, всегда лежала карманного формата Евангелие, всегда, постоянно. Бабушка Авдотья Васильевна всю жизнь чтила память о своем муже. Дед Лесового Неконор Немчинов воспитывался в монастырской школе, потом стал священником. Его арестовали в 1927 году, но его жене удалось спасти себя и дочь. Ее раскулачивали, как бывшую пападью. И для того, чтобы избежать эксцессов каких-то, ее предупредили вовремя. Люди все-таки добрые были. Постучали в окно, сказали, Авдотья Васильевна, завтра к тебе придут. Она схватила уже подготовленный узел с вещами, дочку за руку и уехала в Москву. Удивительно, но все тяготы тех далеких дней не сломили и не озлобили семью. И не заставили утратить главные христианские ценности – веру в Бога, смирение и спасение. В 1974 году Николай Лисовой начнет работать в Российском Палестинском обществе при Академии наук. Именно так оно тогда называлось. И сможет воплотить свою мечту заняться вплотную историей православия. А с начала 90-х годов одной из главных целей историка и просветителя Николая Лисового станет организация паломничества на святую землю. Приезжали люди совсем не воцерковленные, подозреваю, что даже и не верующие. А возвращались верующие и отчасти даже иногда и воцерковленные. Некоторые крестились, принимали крещение. Помню, одна чета супружеская, они уже лет, по-моему, 25 прожили, у них уже серебряная свадьба была. Они венчались в Иерусалиме. Созрели, так сказать, как бы тоже. То есть, конечно, в основном народ воспринимал это именно как приобщение к святыне. Это было очень важно. Многое из того, что мы знаем о земле, в которой проповедовал Христос, это кропотливый труд сотрудников императорского православного палестинского общества. Но сбор информации – далеко не самая важная часть их работы. Защита христиан, православных ценностей, помощь людям, которые лицом к лицу столкнулись с войной и бандитизмом на святой земле – вот приоритеты деятельности палестинского общества. Два миллиона только из Сирии бежало христиан. Разрушены практически все христианские ценности. Двенадцать сестер в Маолюлях. Те самые Маолюля, где сохранился единственный язык, на котором говорил Иисус Христос. И тех украли, мерзавцы. Ну, удалось нам, благодаря нашим ливанским товарищам, их вытащить оттуда. Еще одна важная сфера деятельности палестинского общества – образование и просвещение. На святой земле в 19 веке, да и в начале 20-го, в некоторых местах 20%, некоторых до 80% местного арабского населения были православными. И очень остро стоял вопрос образования. К началу Первой мировой войны православное палестинское общество построило на святой земле 99 школ и две учительских семинарии. Русская система обучения и в нашей стране, и тогда в арабских странах, в том числе на святой земле в Палестине, она во многом отличалась разносторонностью и подачей очень глубокого материала. Сегодня православное палестинское общество возрождает традиции прошлого. Присутствие России на святой земле вновь становится заметным.